добрый вечер хочу рассказать вам одну историю не свою историю я когда рассказала историю про тадеуша польского юношу мне стало и и комментариев много приходите писем и одна девушка подписчица лариса рассказала свою интересную историю ну и разрешила мне зачитать это письмо которое она мне прислала вот я сейчас решила сделать этот эксперимент ой какие браслетики на них распечатала читаю если захотите рассказать я не против изменить имена хорошо в общем мой племянник он же крестник в прошлом году был сбит машиной история ужасно и очень долго с мистиком картами тара и прочим в общем целый роман но эта история про крестника а сейчас напишу про другого человека крестник после реанимации и комы и комы лежал в нейрохирургии к нему в палату положили парня зовут игорь после катания на квадроцикле тяжелейшая травма 14 дней кома и вот он у нас в палате с ним жена ольга и родственники ну понятно имена я уже изменила все на наших глазах сразу как очнулся на русском требовал заправить баки топливом ну видимо потому что он на квадроцикле катался я так поняла вот это я не спросила сначала никто ничего не понял потом сознательном состоянии он на чистом немецком отдавал какие-то приказы ругался но мы все не могли конечно понять когда немного не совсем приходил себя он рассказывал на русском что он летчик офицер люфтваффе люфтваффе и ему нужно лететь и бомбить какой-то город я забыла так как не ни одно название было несколько городов называл и называл точное время потом опять забытью и опять по-немецки это была явная реинкарнация немецкого солдата но люди окружавшие не могли этого понять так как реинкарнация даже слова им не знакомы ну да бывает очень многие в принципе как бы обычная жизни этим непознанным не интересуется а я не стала объяснять могли и за ненормальную принять потом они уехали на реабилитацию в другой город и связь с ними прервалась сами знаете как тяжело когда тебя не понимают это письмо было как бы в ответ на то письмо когда тогда уж обычный польский парень как вот на мой взгляд он оказался отрабатывал вот эту карму когда он был немецким офицером и обижал польский народ ему прилетела хочешь или не хочешь прилетает и вот мне кажется что когда приходит в этой жизни расплата это очень хорошо потому что ты хотя бы понимаешь вот допустим у меня очень часто так случалось я даже помню один случай я еще была ну не сильно такая вот на этих кармических связях замороченная но тем не менее приехали на один рынок я купила мороженое а такой рынок весь забитый народу так много у нас питере и ухожу уже к воротам где у нас машина стоит и понимают что у меня в руке понимают что мне передали 10 рублей вот но мне так лень возвращаться день расписан надо срочно ехать в другое место я не пошла приезжаю на другой рынок что-то там купила там на свои пачку упаковку купила еще какую-то ерунду и когда уже опять домой к машине возвращаюсь пересчитываю после носков сдачи меня обсчитали на 100 рублей то бишь вот прямо вот сейчас вот я поняв что мне передали я считаю как бы за жили лада но можно сказать что взяла не свое надо было идти и вернуться в общем эти 10 рублей которые я поленилась отдавать я расплатилась в 10 раз знаю по другим людям которые не отдали кому-то какие-то деньги не отдав там 100 долларов они теряли 1000 долларов и вот это так постоянно и все равно я считаю что даже если они как бы ну что-то вот сделали плохое все равно им повезло что в этой жизни они успели но если не понять ну хотя бы расплатиться но хорошо бы если понять а иначе потом получается что мы вроде бы рождаемся несчастными и безвинными младенцами ну вот кто-то прямо золотой ложечкой во рту а у кого-то судьба сразу крылья ломает